Здравствуйте, уважаемые товарищи копейчане! Сегодня в рамках урока истории мы продолжаем освещение исторической роли отдельных выдающихся политических деятелей, в частности, нашей страны. На прошлом занятии мы рассмотрели взаимодействие и взаимоотношения между собой тесно связанных таких деятелей, как Ленин, Троцкий, Сталин. Сегодня мы начнем разговор в связке о двух исторических деятелях, которые продолжили руководство нашей страной. Это Хрущев и Брежнев. Ну, давайте начнем с Хрущева. Хрущев управлял нашей страной в течение 11 лет практически. Значит, он родился в деревне Калиновка, нынешней Курской области. Затем вместе с отцом рос в Юзовке, это ныне город Донецк, рано начал работать, втянулся в революционное движение. И постепенно, значит, он приблизился к социал-демократам и, по существу, вступил в социал-демократическую партию. Когда произошла Октябрьская революция, то он активно участвовал на советской стороне в борьбе с контрреволюцией. И человеком, который много способствовал его продвижению в иерархии руководящей, коммунистической, это был Лазарь Моисеевич Каганович. Ему Хрущев понравился своей энергией, и Каганович все время подтягивал его то на одну, то на одну ступеньку выше. Хрущев становится членом партийных комитетов, затем руководителем партийных организаций. И после того, как у нас в стране началась борьба за реконструкцию социалистического и народного хозяйства, Хрущев решил учиться. Он поступил учиться в промышленную академию, но эту промышленную академию не закончил. Он был отозван на партийную работу, но в промышленной академии он обучался вместе с женой Сталина, Надеждой Аллилуевой. И через жену Сталин знал, что есть такой Хрущев в промышленной академии, который ведет активную борьбу против троцкизма. Сталин ничего не забывал, особенно тех людей, которые могут быть его сторонниками в этой борьбе, потому что борьба с троцкизмом была довольно серьезной. На прошлых наших беседах я вам говорил, что не только борьба с троцкизмом, но и борьба с правым уклоном. То есть борьба со всей Ленинской гвардией у Сталина была очень жестокой, пока Сталин добился ее вытеснения, отстранения от власти, а затем и расправился с ними. Но о Хрущеве он запомнил. Значит, Хрущев постепенно перешел в Москву. В Москве стал секретарем райкома партии. Потом стал вторым секретарем московского горкома партии. Дело в том, что первым секретарем был Каганович. И Каганович старого своего знакомого, которого считал соратником, тянул наверх. Хрущев потом черной неблагодарностью отомстит Кагановичу, но это, так сказать, уже дело будущего. И Хрущев работает вторым секретарем обкома партии. Потом Каганович начинает заниматься транспортом, и Хрущев становится первым секретарем московского горкома партии, а это уже значительная фигура, секретарь столичной партийной организации. Когда возникли трудности на Украине, то Хрущев был направлен Сталином работать первым секретарем ЦК Компартии Украины. То есть он стал хозяином всей Украины. Но когда в сельском хозяйстве начался голод, и когда, вернее, не урожай, и начался голод на Украине, то Хрущев несколько раз обращался к Сталину, чтобы помочь резервами. Но Сталин сказал, что резервов нет. Хлеб весь идет за границу в качестве валютного резерва, на него закупается оборудование для индустриализации. Поэтому никакой помощи быть не может. Рассчитывайте на свои силы. И вот когда допек, так сказать, Хрущев уже Сталина вот этими просьбами, то Сталин передвинул Хрущева на второе место. Он оставил его председателем Совета Министра Украины. А первым секретарем ЦК Компартии Украины, то есть первым лицом на Украине, он послал Кагановича. Конечно, пробежала... В общем, первая трещина появилась в взаимоотношениях Кагановича и Хрущева. Конечно, Хрущеву не понравилось, что это двинули на второй план. Но Каганович на Украине был очень недолго. Он потом перешел работать на... Опять руководить всем транспортом. Он уже был в Политбюро, активную роль играл. Поэтому вскоре он был отозван с Украины. И Хрущев опять стал совмещать две должности. И первого секретаря ЦК Компартии Украины, и председателя Совета Министров. То есть он был полным хозяином Украины. Когда началась Великая Отечественная война, Хрущев был назначен членом военного совета, ряда фронтов. В частности, вот на юго-западном направлении он был. Там, где под Харьковым, вместе с Буденным, они осуществляли руководство нашими армиями. Красная армия потерпела громадное поражение, и 800 тысяч наших солдат и офицеров попали в плен. Конечно, Сталин отстранил. Их и Буденного отстранил. И Тимошенко, который тоже принимал участие в этом деле, и тоже был разгромлен, потому что Буденный несколько ранее был отстранен. Тимошенко заступил руководить юго-западными войсками юго-западного направления. Но дело было сделано. Наша армия была разбита, и немцы рвались к Сталинграду. Хрущев был назначен членом военного совета Сталинградского фронта. Командующий фронтом был Еременко. И вот Хрущев сумел Еременко расположить к себе, и дальше они работали в довольно тесной связке. Тем более, что большинство маршалов Советского Союза, как я уже так говорил, кроме Жукова, имевшего личную неприязнь к Сталину, поскольку он боялся Сталина Жукова, и ему приходилось безропотно подчиняться Сталину, и Еременко, который ради карьеры стали доказывать, что Сталин не обладал никакими военными способностями. Вот и Еременко в тесной связке шел в этом отношении вместе с Хрущевым. После окончания войны, как развиваются события? Хрущев какое-то время работает на Украине, руководит Украиной. Но потом совершилось то, что можно рассматривать, с одной стороны, как понижение, но вместе с тем это понижением не было. Это было повышение. До сих пор Хрущев распоряжался областями на Украине, а теперь его Сталин переводит секретарем Московского горкома и обкома партии. И он распоряжается райкомами и небольшими горкомами партии. Но в это время у Сталина было подозрение, что в Москве начинает двигать гнездо оппозиция. Поэтому столица должна быть спокойной. И столица представляла главную опасность в какой-то мере для Сталина с точки зрения сохранения его власти. Поэтому Сталин лично рассматривал перемещение Хрущева с Украины на Москву как повышение. Тем более, что Хрущев стал членом Политбюро ЦИКа и вскоре был избран еще одновременно и секретарем Центрального комитета. Поэтому в данном случае, учитывая конкретно исторические обстоятельства, это было не понижением, а в какой-то мере повышением. Потому что он вошел, как тогда говорили, в состав небожителей, то есть вошел в состав членов Политбюро ЦИК. Что можно сказать о его деятельности в качестве секретаря горкома и секретаря ЦИКа? Вы знаете, Хрущев был очень энергичным человеком. Очень энергичным. Его сдерживал в какой-то мере Сталин, но тем не менее энергия через край. И Хрущев сумел заставить и строительные организации Москвы, и ремонтные организации Москвы, и все службы Москвы, особенно торговля, работать так, как это положено. Работать очень энергично. Хотя нельзя сказать ничего плохого о Кагановиче, который был секретарем Московского горкома. Кстати, при Кагановиче было построено московское метро. Это лучшее в мире метро. Больше такого метро у нас в стране нет. Ленинградское метро, конечно, не идет ни в какое сравнение с московским. С точки зрения отделки его станции, это дворцы, каждая станция. Такого в мире нигде нет. Это заслуга Кагановича. И имя Кагановича носил московский метрополитен. Потом был переименован и присвоено имя Ленина. Но основная функция руководства строительства метро принадлежала когда-то Кагановичу. Но сейчас Хрущев, став хозяином Москвы, продолжил работу по расширению московского метро, по прокладке новых линий, по строительству станций и так далее. Сталин к 19-му съезду партии уже был болен. Он в 52-м году на съезде не сделал доклад. Он только выступил с кратким словом. А доклад отчетный ЦК поручил делать Маленкову, как по существу второму секретарю. Хотя такой должности не было второго секретаря, но он был в принципе нужен. Какой-то секретарь ЦК выполнял функции второго секретаря. Вот такие функции выполнял Маленков. Маленков выдвигается очень высоко. Хрущев делал на 19-м съезде партии доклад о изменениях устава партии. Но Хрущев, в общем-то, приближается к Сталину. Сталин был подозрительный до ужаса, подозрительный человек. Он подозревал всех. Но Хрущева, он не смог ни в чем заподозрить. Хрущев при Сталине выполнял роль шута. И ГПК танцевал на посиделках, которые у Сталина на даче были организованы. Но в глубине души он Сталина ненавидел. Но это прояснилось несколько позже. И вот, значит, в период, последовавший за 1952 годом, за 19-м съездом партии, вскоре привел к смерти Сталина. Ходили многочисленные слухи, как я уже говорил, что Сталина отравить могли. Но это не подтверждается. Но надо отметить следующее, что соратники Сталина, а Сталин приблизил к себе четырех человек. Он создал неуставную пятерку в президиуме ЦК, чего не положено было делать. Это он сам, это Маленков, это Берия, это Булганин, это Хрущев. Молотова, Микояна, Кагановича Сталин отодвинул. Дело все в том, что Сталин не подозревал только Хрущева, но подозревал всех. И он хотел убрать всех. Он убрал, во-первых, выступил с резкой критикой на 19-м съезде партии в адрес Молотова, в адрес Микояна. Что произвело просто шок, потому что Молотов считался вторым человеком в государстве. Отодвинут был Молотов на задние планы. Его Сталин обвинил в пособничестве сионизму, что жена Молотова Жемчужина, фамилия Жемчужина, она, будучи еврейкой, поддерживала связь с еврейской организацией и в Челябинск, и, то есть, прошу простить, и в Советском Союзе. И, кроме того, поддерживала связь с Голден Мейер, послом Израиля в Москве, которая позже станет премьер-министром Израиля. И евреи просили, и Молотов вроде дал согласие, как член политбюро, что он будет настаивать на этом, чтобы евреям отдать Крым, после того, как выселили оттуда крымских татар за сотрудничество с немцами, что международные еврейские организации, финансовые организации, богатейшие организации, миллиардеры, в основном это евреи по национальности, они окажут помощь в обустройстве Крыма, если там будет еврейская республика. Но Сталин сказал, нет, мы им отвели место на Дальнем Востоке. Так там вроде и евреев нет, там одни русские, только название еврейской республики. Евреи на Дальний Восток не поехали. Но вот им отвели, пусть туда едут. И Сталин отстранил от власти практически Молотова, выступил с резкой критикой в его адрес. И даже жена потом Молотова была арестована за эту связь с сионистами. Но потом, когда Сталин умер, жена Молотова была выпущена на свободу. И вместе с тем она продолжала восхвалять Сталина, что это был величайший человек. Вот это одна из загадок. Человек, который провел в тюрьме несколько лет, она, выйдя, продолжала говорить, что это очень великий человек. И что таких руководителей больше не было. И Молотов точно такой же точки зрения придерживался. Он молчал. Вот так лапки держал, что жену его отправили. Так же, как и жену Калинина отправили в заключение и так далее. По жене Калинина Сталин вообще сказал, я выпущу ее тогда, когда закончится война. И вот Сталин готовил акцию убрать членов Политбюро. Он уже не доверял им. Он считал, что они ждут его смерти и готовы занять его место уже сейчас. И вот готовя эту расправу, а соратники его знали об этом, они ждали его смерти. И они помогли ему умереть, но не отравили, конечно, его. Они просто не вызывали врачей. Когда с ним случился инсульт, и он лежал без сознания, ну, иногда сумеречное сознание наступало, но в основном он без сознания лежал. Они стояли около него, и охранник говорили, не выдумывайте, товарищ Сталин спит, не надо его будить, не надо его трогать. И уже вызвали врачей тогда, когда ничего нельзя было сделать. Абсолютно ничего. И еще Сталин был жив, еще жив, еще почти около суток ему оставалось жить, но уже стало ясно, что он не выживет. И собралось заседание ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета и Совет Министров, и решили, что надо сейчас решать вопрос о руководстве. Страну нельзя оставлять без руководства. Поэтому было принято решение, что наследовать Сталину, председателем Совета Министров и председателем на политбюро, на заседаниях будет Георгий Максим Илья Иванович Маленков. У него будут два заместителя. По внутренним делам Берия Лаврентий Павлович, а по внешним делам Вячеслав Михайлович Молотов, который длительное время был и председателем Совнаркома, и министром иностранных дел был уже в послевоенное время, который отличался большой работоспособностью. И что делать с Президиумом Верховного Совета? Это должность председателя, знаете, такая должность, которая безвластная. Она почетная должность, он считается высшим лицом государства. Это безвластная должность, это декоративная должность. Вот на эту должность назначили, чтобы не путался под ногами, Варшилова. Климента Ефремевича Варшилова, убрав Шверника с этой должности. Ну а что с Хрущевым делать? Хрущев было признано совещанием, что Хрущев сосредоточится на работе партийных органов и партийных организаций. Вот понимаете, соратники Сталина и Маленков, и Берия, Булганин, Булганин военным министром был, они, понимаете, допустили такую же ошибку, которую допустили после смерти Ленина все. Сталин грузин, это серая посредственность партии, хоть и выдающаяся посредственность, пусть занимается партией. Все ухватились за государственные посты. И сейчас опыт Сталина они не учли. Сталин в последние годы жизни стремился ограничить роль партийных органов и стремился повысить роль государственных органов. Он в первую очередь всегда подписывался как председатель Совета Министров СССР и не как генеральный секретарь, он попросил освободить его от этой должности, а как секретарь ЦК КПСС, один из секретарей ЦК. Но Сталин это был Сталин. Вся власть принадлежала ему, у него был громаднейший и моральный авторитет. А Хрущев? Э, мужик лопоухий, рассудили остальные. Простоватый. В косоворотке украинской появляется, ходит. Пусть он в ЦК КПСС на работе организационной сосредоточится. А мы государством будем руководить. Но постепенно Хрущев сделал то, что сделал Сталин. Он начал менять руководителей, обкомов, крайкомов партии, ЦК КПССР. Он решил ставить везде своих сторонников. Но они в силу занимаемой должности руководителей крупных партийных организаций, областных, краевых и республиканских, они так или иначе были постепенно введены в состав ЦК КПСС. А пленум ЦК решал все вопросы. И получилось так, что Хрущев стал выдвигаться на первое место. Особенно он стал выдвигаться резко тогда, когда он явился инициатором смещения Берия. Но он руками Маленкова Берия убрал. Берия был объявлен врагом народа, иностранным агентом и расстрелян. Во время заседания Берия был арестован. Арестован Жуковым, который тоже, кстати сказать, поступил непорядочно. Поступил непорядочно Маленков, который считался другом Берия. Поступил непорядочно Хрущев. Поступил непорядочно Жуков, который арестовал. Потому что Жуков тоже считался другом Берия. И когда Жуков приезжал в Москву с фронта, то он очень часто останавливался именно у Берия в квартире. И обсуждали очень многие вопросы. Но, тем не менее, политика есть политика. Как я уже не один раз говорил, это самая грязная вещь на свете. И Берия был арестован. И вот после этого роль Хрущева начала подниматься. Он начал выдвигать одну идею за другую. Он начал вытеснять постепенно Маленкова на второй план, как главу правительства. И вот когда в сентябре 1953 года собрался пленум Центрального комитета партии, то пленум принял решение генерального секретаря не восстанавливать должность, но сделать должность первого секретаря ЦК. И на должность первого секретаря ЦК был избран Хрущев. Ну, а у нас теократическая власть была. То есть духовная власть, идеологическая власть, она была выше гораздо светской власти. И благодаря этому Хрущев постепенно стал проводить через своих сторонников, через пленум Центрального комитета, те решения, которые он считал необходимыми. Причем Хрущев начал развивать бешеную энергию, против которой были недовольны, но уже как против руководителя правящей партии ничего не могли сделать. Это все члены политбюро, и, точнее, оно называлось не политбюро сейчас, Сталин преобразовал президиум ЦК, это уже прибрежнее восстановили политбюро. Вот все члены президиума ЦК, и Молотов, и Ворошилов, и Каганович, и Маленков, выступали против того, что затеял Хрущев. Но, тем не менее, будучи руководителем партии, он взял власть в свои руки и начинал осуществлять целый ряд предприятий. Причем проявлял, как я уже говорил, бешеную энергию. Что он считал нужным сделать? Он считал нужным изменить всю систему управления Советским Союзом. Он наивно верил, что не меняя производственных отношений, оставляя те отношения, которые были, а меняя только органы управления, можно резко увеличить и валовый продукт, и продвинуть резко нашу страну в сторону коммунизма, не только в плане политическом, но и в плане социальном, и в плане экономическом. И первое, что он сделал, это начал осваивать Целину. Вот почему против освоения Целины выступили другие члены президиума ЦК? Они прекрасно понимали, что осваивать Целину – это дело очень дорогое. Надо построить в голой степи, на Оренбурге, в Казахстане, на Алтае. Надо построить целые агрогородки. Ничего же нет, голая степь. Туда бросали массу денег. Была довольно приличная заработная плата у целиников. Вся страна занималась целеной. Молотов, в частности, наставил – не надо делать глупость. Давайте мы направим эти деньги на то, чтобы в центральной России укрепить колхозы, укрепить техникам, сделать жизнь колхозов более или менее сносной, не такой, которой она была в сталинское время, чересчур бедной. Но Хрущев на этом настаивал. И что получилось? Он выдал это как величайшую победу, когда Целина первый год дала небывалый урожай. Ну а что делать? Земля свежая, земля родит, очень большой урожай зерна, хлеба очень много, всем присвоено звание героя, социалистического труда, кто принимал активное участие в освоении Целины. Дело сдвинулось. На второй год опять высокий урожай, потом меньше, потом меньше, потом меньше. Земля истощается. Это была экстенсивная форма хозяйства. Это было распахивание новых земель, Целинных и залежных земель. Нужно было не это делать. Нужно было интенсифицировать сельское хозяйство, вносить удобрения, повышать урожайность с гектара, а просто так распахивать новые земли – это отсталая форма ведения хозяйства, которых нигде в Европе уже не было. Там обрабатывали каждый участок земли. Хрущев потом спохватился и начал развивать химию, химические удобрения и так далее. Но пока, пока он видит, что падает урожайность, что надо делать? И тогда он приказывает вообще севообороты ликвидировать в стране. Все, никаких паров, никакого травополья, все земли распахать надо. Но ведь земля же истощается. И в результате хлеба становится все меньше и меньше. Мы вынуждены вводить карточки, мы вынуждены закупать хлеб за границей, но Хрущев продолжает настаивать на своем. А кроме того, начался дефицит мясных продуктов. Почему? Потому что распахали казахстанские степи, а скот-то был на подножном корму. Скот-то травку щипал. И ликвидировали пастбища. Кормить скотину нечем. И в результате начались такие перебои с мясом, что я помню это время, вы знаете, это было время очень тяжелое. Ну, Москва еще, Ленинград как-то снабжались, а остальные города... Во всяком случае, в сталинское время мясных товаров было очень много. Я помню, мне уже было 11 лет, мать меня посылала в магазин купить там продукты. Где-то сортов 30-40 колбасы лежало. И причем она была прекрасного качества. Другое дело, что не у всех были деньги. Ну, что делать? Оно и сейчас товаров много, а деньги не у всех есть. Вот, поэтому... А при Хрущеве ничего не стало. Совершенно. Дальше. Хрущев решил заняться промышленностью. Что он сделал? Он ликвидировал отраслевые хозяйственные министерства. И создал совнархозы областные, потом межобластные совнархозы. Чтоб территориальный принцип укрепить, чтоб не через Москву все делалось, потому что двумя стами тысяч предприятий из Москвы управлять невозможно, пусть совнархозы решают. Ну, во-первых, здесь возникло соперничество, резкое соперничество между секретарями обкомов партии первыми, которым председатель совнархоза должен был подчиняться, председателем обл. исполкома, который был, правда, отчиснен на третий план, и председателем совнархоза, который подчинялся правительству и считался первым человеком в области. И обнаружилось местничество, был нарушен отраслевой принцип. При Хрущеве оставались совнархозы, их укрепляли, но Хрущев потом, нарушив отраслевой принцип руководства, вынужден был восстановить этот принцип, попытаться восстановить в виде государственных комитетов по отраслям экономики. Но они не были такими правомощными, какими были министры. И в результате мы стали испытывать очень и очень большие сложности. Но, тем не менее, Хрущев продолжал настаивать на своем. В Челябинске совнархоз был назначен Шереметьев министр черной металлургии. И все показатели, они практически стали снижаться. Ну, раз отраслевой принцип хозяйства нарушен. И потом, после этого, Хрущев решил обратить внимание на социальную сферу, на социальную, на заработную плату, обратить внимание на партийные и советские органы, чтобы приблизить их к руководящим, вернее, как руководители, к тем инстанциям, к тем предприятиям, которыми они должны были руководить, предприятиям и учреждениям. И вот здесь-то начинается реформаторская лихорадка. Продолжим деятельность Хрущева, а потом деятельность Брежнева в последующих передачах. А пока до свидания, всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин